а вот сейчас предупредили что здесь короче воруют очень хорошо поэтому берегитесь бухать нельзя так короче что здесь реально прикольно это очень десовый массаж десовый десовый 1 час 150 это вообще он 200 самый минимум который я встречала массаж ног наверное если вы шляетесь целый день по рынку ну-то обратно пройти не знаю сколько у меня партнер займет туда можно сделать такой массаж я кстати попробую если они не разбегутся почему бы и нет ну что у нас здесь тряпочки всякие тряпочки кстати вот эти штуки очень удобно попасть ли вы дальше едете путешествовать по азии ой а потому что надо везде укрываться везде кондишен и где-то накрыться поспать прикрыться от холода защититься весь это не немного она очень удобная штука и стоит недорого смотри какая ручная штучка отжимать сок мандаринов маленький прикольно и фонарики прикольно да есть вот такие вот штуки ручные очень интересные у меня сдохла батарейка в микрофоне так что не знаю как обычно быть быть у меня все слышно вот тут такой такой короче сувенирная просто огромная часть я уже почти прошла половину а здесь в основном все сувениры по большому счету они схожи такой всякой историй украшения ну конечно безручных художников и в таиланде никуда . шапочки это прикольно да покрасили в разные цвета книжки шлепки из ткани бабочки еще слоники футболки . клевые вот было бы такое с вестиком то все что-то с бульдожками я купила каждому продавцу уникальный товар для каждого покупателя то есть я вообще-то ничего не собираюсь покупать но вот если бы было знаете как перламутровыми пуговичками я бы купила будем искать ну вот манго сушеные конечно кстати вот тема да так привозить сушеный манго ну-ка попробуем на этом супа то как у нас за видом один очень мягкий другой послушал банановый чипсов это не знаю что такое папа мэлло ну конфетки зурианом для протирки ног что ли патчи кошелечки все по 10 о чёрт выбраться отсюда перешла дорогу не в том месте вот деревянном такие всякие штуки прикольные ложечку можно еще купить ложку который можно есть кокос персональную деревянную ложку для кокоса я не знаю что это такое глаз и джелли почему оно чёрное чёрное это вот так вот раз вот это вот traditional десерт вот прям свежачок не накладываю два ролика и и и немножко димсаму у деньги я я и участвован так присядно обочине по местному и вместе со всеми и вместе со всеми буду это есть вот так вот прямо на бочке я финиш я thank you thank you вот мне даже предложили присесть на стульчик хотя на обочине так вообще было аутентичненько ну что запробуем спринкроу порезал не очень качественно сейчас буду ломать его вот так вот а он кстати какой-то в лапшине а не в рисовой бумаге да и вам приятный аппетит блин я обещала мне лапшу и жить несколько дней на фрукты не сдержала свое обещание простите димсаму были очень вкусные я даже хочу сейчас здесь еще одну порцию заточить но чисто димсаму потому что спринкроу это было короче макаронина внутрь у нее за зайку завернута тофу соевый ростки ну вот все что в подтай кладут кроме лапши пойду дальше 50 вот эти говорят сосиски очень вкусные ну они вот эти свинины а еще есть говяжьи и куриные вот смотрите мини яички опять сосиски ну там вареная курица что-то ужаренное в 0 опять вот такой здесь большой футбор чисто и седой манго ой господи авокадо 150 бат за килограмм прикольно у того а вот димсаму чисто 8 штучек 40 бат 10 штучек 50 бат это генда это жареная вареная потом жареная курица 35 бат с креветками 50 тако яки я сейчас все сначала обойду я сейчас все сначала обойду я сейчас все сначала обойду а потом что-нибудь себе выберу морепродукты зажарные не хочу ни здесь ни здесь опять сосиски ребрышки барбекю свиные и гненок и говядину да ах да кстати ребята это происходит прямо на территории храма вот эта вся едовая вакханалия прямо на территории храма обалдеть поэтому здесь алкоголя не будет это что то а ну это у нас всякие шашлыки да и чешночки что еще тут есть вообще я вообще сказала что воскресный этот рынок он по большому счету сюда так приходит на самом деле купить всякие нужны полезные штуки которые здесь тоже продают вещи да то что здесь здесь есть на это скидки но но в основном приходится тоже и пожирать как и большинство смотрите сортировка мусора стоит 5 бат штучка берешь контейнер и сам себе накладываешь что такое чуть-чуть не боишься съесть да я бы вот постриглась свежей рыбы тут есть что-то с лососиком но выглядит аппетитно если бы это не был рис я бы наверное попробовала мне кажется это что-то вкусное да но это снова опять рис сваренный в банановом листе со свининой ну вот все что я не ехал ну прикольно выглядит все пойду возьми себе гетза и и пельмешек димсамом а сейчас взять их 8 кусочков возьму 8 кусочков димсамом ну и вот в таком виде конечно подтай сделанный его тебе накладывают добавлять чуть и нужно поджаривают вот так конвейер а красиво мне кладите музыка и и и и это типа омлет у него же я не за я же крав печеное мясо с чем-то я не знаю нет я это не буду я уже что-то наелась пельмеш непонятно что это вот это вот вот это вот она очень конечно стою то его мясо все в эти шарики которые они делают мне кажется я сейчас запрыгнул в последний вагон потому что кальмарчики заканчиваются а очередь не отдаляйте горы все закончу этот день соком маракуйи и хватит жрать на сегодня бюджет переедет вот вот